хорошо давайте я начну с вопроса шалом скажите пожалуйста в некоторых местах стоит кто уверует в имя иисуса спасен будет а в других местах стоит покайтесь чтобы спасен был или это одно и то же спасибо значит на мой взгляд да конечно же это одно и то же это когда знаете люди пользуются например словами синонимами или пользуются какими-то параллелями для того чтобы с разных сторон донести до людей одну и ту же мысль почему это нужно делать я тоже могу ответить потому что у каждого из нас несмотря на общее такое вот устройство души и вообще вот человека как такового внутренние построения наши довольно тонкие бывают у кого-то грубые у кого-то средний у кого-то тонкие и люди по-разному как бы воспринимают кто-то через примеры для кого-то нужны математические уравнения для третьего нужно просто взять и нарисовать ему картину четвертому нужно подробное описание с детализацией и так далее и поэтому евангелие подают эту благую весть под разными углами для того чтобы не оставить без внимания ни одну часть аудитории чтобы эта мысль донесена была буквально до каждого человека с отдельно взятым его восприятием поэтому для одних это звучит покайтесь и уверуете для других говорит кто будет веровать в имя ешуа во первых мы должны учитывать временной контент того когда это происходило все израиль 2000 лет назад большая часть людей не образованная воспринимает на слух не воспринимают люди как печатное слово сегодня вот вы рассматриваете вопрос звучит так потому что вы читая священное писание и я уже об этом говорил вы читаете перевод священного писания с греческого языка на русский ну мы говорим о новом завете поэтому с греческого и читая этот перевод вы видите перед глазами текст вы можете по нему пройтись несколько раз вы можете перечитать вы даже можете попробовать расставить знаки припинания немного иначе и уже у вас получится помните если как в этом старом советском мультфильме страна невыученных уроков про виктора перестукина если я не ошибаюсь хороший персонаж такой был вот казнить нельзя помиловать и от того где вы поставите запятую фактически зависело казнят этого человека или нет поэтому все имеет значение конечно же в грамматике но еще раз я возвращаюсь к тому что люди собирались на улице на открытом месте на горная проповедь это гора допустим среднерусской полосе или в украине это бы было сказано на поляне где-то на полянке да вот на лужайке но в израиле полянку чтобы поискать это надо где-то лес найти а в основном эти проповеди звучали в районе кинер это поэтому там леса как такового нету там есть скудная растительность по балкам люди там вообще не ходили и не ходят сегодня довольно опасные места и крутые склоны а там где можно было ходить там просто нету если где-то и было одинокое дерево это уже было хорошо поэтому люди на открытом воздухе на открытом пространстве сидя воспринимали это слово на слух не имея возможности иногда вернуться и снова пересмотреть или переслушать или перечитать как сегодня включил запись исследовал ее потом включил исследовал на предмет других каких-то вещей и так далее а тогда вот если задремал или там отвлекся на птичек куда-то или на рыбу на рыбаков все ты пропустил то что говорил господь в то время и пленку назад не отмотаешь поэтому в евангелиях как бы под разным углом звучит эта мысль о том чтобы люди обратили свое сердце к мессии которого ожидал израиль так долго и наконец-то он пришел а если говорить о всем человеческом роде еще дольше но конечно же немножко другая тема и если говорить в общем о человеческом роде то уже после потопа может быть даже и до него мы видим эти намеки в бытие книги да мы прошлый раз об этом говорили начали призывать имя господне не все люди вообще думали об этом и были озабочены вопросом прощения грехов и спасения потому что понимаете вера вис в иисуса она не сводится к доктринам и она не сводится к тому кто правильнее как бы понимает даже то о чем он говорит вера в иисуса сводится к вопросу вечной жизни она сводится к вопросу о веке грядущем для неверующего человека причем не для всех есть довольно много неверующих людей которые не просто снисходительно или сочувственно относятся к вопросу вечной жизни а где-то внутри себя верят и иногда даже стесняются об этом поговорить хотя хотели бы и были бы рады поэтому кто-то в шутливой манере кто-то еще как-то но затрагивают эти темы и когда мы общаемся с людьми думаю верующие должны быть чувствительны вот к этим моментам или к этим проявлениям которые иногда знаете вот поблескивают так или сигналят нам расскажи мне чуть больше я хочу послушать вот проповедую да как бы мне почувствовать эту тонкую ниточку тонкую связь и скажите человеку о жизни вечной потому что все мы на самом деле очень легко ведь доказывать что бог есть хотя все знают что доказать невозможно что бог есть но для меня это доказательство элементарное от обратного если нельзя доказать что бога нету никто не доказал что его нет а значит он есть это обычная как бы постулаты рассуждения в точных науках и я даже сейчас вот это говорю мне не по себе потому что нельзя исследовать эти вопросы подобным образом но я еще раз повторяю у людей разный взгляд на жизнь на религию вообще на мировоззрение и устройство разное у кого-то это мировоззрение оно через искусство у кого-то через гуманитарную область у кого-то через точные науки технические какие-то элементы жизни и так далее поэтому конечно же да это одно и то же учитесь всегда видеть суть вопроса вот главное понимаете когда человек не умеет красиво говорить например я вам такой пример приведу там один человек например хочет сделать предложение о девушке которая ему понравилась обладая таким недюжинным красноречием он может так красиво говорить заслушайся просто и на колено встанет и цветы поднесет и и поет как соловей другое не может двух слов связать мямлить что-то стесняется но вот так вот пошел в лес там оленя подстрелил любимой принес как бы дескать ну вот моя любовь да пошел там на рыбалку рыбы наловил принес домой и он как бы этим сообщает он передает этим информацию я люблю тебя я буду заботиться о тебе и это просто примеры жизни который нам понятен еще а ведь тоже приводил притчи сельское хозяйство и и так далее поэтому надеюсь что вопрос отвечен и мы можем перейти к следующему вопросу а